Добрый вечер! В эфире выпуск новостей. С вами Егор Матаев. В начале о главном. Должность заместителя председателя краевого правительства по здравоохранению, образованию и соцзащите займет Игорь Степаненко. Перераспределение полномочий связано с добровольной отставкой Ирины Долговой. Неделя колбас и мясных изделий началась на онлайн-фестивале «Алтайские продукты». На что стоит обратить внимание при выборе изделий, расскажут наши корреспонденты. Барновольский конструктор-любитель за 10 лет собирает уже второй вездеход. У него в гостях побывали наши корреспонденты. Герой России Владимир Шаманов принял участие в открытии площадки по мини-футболу. Она расположена в сквере химиков. Строительство площадки – один из элементов комфортной городской среды. Ее построили по инициативе администрации Октябрьского района. Спортивный объект – это совместный проект Фонда социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева и Фонда Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Вот такие игры спортивные, они как бы создают атмосферу взросления и приобретения многих качеств человека как члена коллектива. Такие спортивные объекты, они возрождают среду общения. Вот здесь играют дети, здесь сидят рядом родители. На спортивной площадке оборудовали поле с искусственным газоном, установили трибуны для болельщиков, построили раздевалку. Кроме того, провели освещение и поставили ограждения. На создание поля с искусственным газоном ушло более 100 тонн песка и 200 тонн щебня, благодаря чему даже в самую плохую погоду он будет оставаться сухим. В фондом сегодня не только создаются спортивные площадки, это часть воспитательного процесса, о котором Владимир Анатольевич сказал. Создаются и аллеи, формируются памятники сегодня. Важно ли это? Воспитание патриотизма и так далее? Конечно, очень важно. Мне кажется, что через вот эти поступки, которые сегодня формируются, Владимир Анатольевич, из его опыта героизма, у нас есть возможность с вами сегодня сказать прошлому поколению спасибо. Должность заместителя председателя правительства Алтайского края по здравоохранению, образованию и соцзащиты займет Игорь Степаненко. Губернатор Виктор Томенко сегодня представил министром здравоохранения, образования и науки и социальной защиты их нового куратора. При этом за Игорем Степаненко оставлен на его прежний функционал – организация работы органов исполнительной власти в случае чрезвычайных ситуаций. Перераспределение полномочий связано с добровольной отставкой Ирины Долговой, которая ранее курировала социальный блок. 62 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. Также зафиксировано 4 смертельных случая, все из-за коронавирусной инфекции. Всего же в крае больше 12 300 инфицированных, из них 11 000 выздоровели. Сейчас лечение проходит 930 человек, из них в госпиталях находится 833 пациента, еще 97 – амбулаторно. Тяжелобольных – 128 человек, на аппаратах ИВЛ – 48. Клиника РЖД «Медицина» в Барнауле стала участником федерального проекта медицинской помощи пожилым людям в Алтайском крае. С 1 октября специалисты будут бесплатно оказывать помощь на дому пенсионерам и инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждения. Это первый опыт в стране, когда подобные услуги гражданам бесплатно оказывают негосударственные медорганизации. Компенсировать расходы учреждения будет за счет специальных грантов из федерального бюджета. На год врачи РЖД «Медицина» в Барнауле возьмут под свой контроль 80 пациентов из Барнаула и Новоалтайска. Персонал будет навещать пенсионеров минимум раз в неделю или чаще при наличии медицинских показаний. Неделя алтайских колбас и мясных изделий проходит на онлайн-фестивале «Алтайские продукты». Это возможность узнать все секреты производителей любимых деликатесов. Так, на предприятии «Горизонт» сотрудники отказались от конвейерного производства и вручную лепят пельмени, манты и чебуреки. Считают, что так получится вкуснее. Ежегодно предприятия «Края» выпускают почти 50 тысяч тонн мясных полуфабрикатов. На сегодняшний день мясоперабатывающая промышленность развивается в Алтайском крае. По итогам прошлого года мы демонстрировали небольшой нарост. По итогам первого полугодия текущего года также прирастаем. Поэтому в Алтайском крае на сегодняшний день чуть более 160 предприятий занимаются переработкой мяса. Это и крупные предприятия, и мелкие, и ИП. Это и бойни, которые также просто за боем животных занимаются продажей мяса. Алтайская мясоперерабатывающая отрасль привлекательна для инвесторов. В прошлом году они вложили в модернизацию предприятий более полутора миллиардов рублей. Это улучшило качество продукции, о чем активно рассказывают краевые производители на онлайн-фестивале «Алтайские продукты». Первые холода – самое подходящее время для того, чтобы позаботиться о зимнем наряде. Как отличить подделку от натурального изделия? Расскажем в нашем сюжете. Специалисты рассказывают, натуральную шубу изготовители не подшивают снизу, либо оставляют неподшитый промежуток на замке, через который можно проверить, как шуба сделана, заодно и оценить состояние меха. Еще один способ проверить подлинность изделия, более современный, по QR-коду в приложении «Честный знак». Там можно узнать информацию о мехе, натуральном цвете зарегистрированного изделия и производителе. Чтобы наверняка не ошибиться с выбором, представители торговой марки «Ангелина Сэм» советуют приобретать меховые изделия у проверенных марок. В Барнауле с 10 по 20 сентября в торговом центре «Россия» проходит их выставка, на которой представлены более 3000 моделей. На нашей выставке продажи торговой марки «Ангелина Сэм» действуют очень гибкие системы скидок. Также предлагается акция «Обменяй старую шубу». Для всех желающих мы предлагаем рассрочку без переплат. Приобрести норку можно от 80 тысяч, мутон – от 35. Помимо них представлены изделия из песца, куницы, каракуля, лисы, нутрии, овчины и соболя. Настоящий мех выдерживает температуру до минус 50 градусов. Анна Москаленко, Роман Хайрулин, Новости. Без каких-либо чертежей, своими силами, в обычном гараже. За 10 лет собирает уже второй вездеход. Антон Скаль встретился с барнаульским конструктором-любителем. Подробности в выпуске. Совсем недавно к нам в редакцию попало видео с самодельным вездеходом. Давайте посмотрим. Вот оно. «Конструктор, Ансаныч, молодец. Тормозит, все отлично работает. Все прекрасная машина». Вот этот аппарат. Мы решили встретиться с конструктором-любителем Александром Александровичем Козловских, чтобы показать не только эту машину, но и так называемый «Мустанг», который прямо сейчас находится в разработке. К нему чуть позже эту малютку создатель назвал «Крепыш». Идея появилась 10 лет назад. Семь месяцев ушло на строительство, два года на доработки. Двигатель от Вазовской девятки, колеса от подфайндера, гусеницы, управление, как на тракторе. Сейчас Александр Александрович подумывает о его продаже, а все силы и внимание направить на завершение текущего проекта. Сейчас собрал вот этот здесь что? Уазовская рама. Использовал самые проверенные, самые надежные узлы. Уазовская рама, двигатель от Ниссана взял, Куджи-13, 1.3. Мосты уазовские с бортовыми дифференциалами. Раздатка от 66-го, колеса трекал на вопрос, сколько денег ушло. Сан Саныч, так просил называть себя конструктор, переводим на русско-культурный, ответил очень много. А чертежи или что вот за основу? Такие чертежи. Просто так? И чертежи, и вот эти руки, и все, больше ничего не... На создание «Мустанга» ушел год. В обычном гараже, вдвоем с товарищем Владимиром Михайловичем Советкиным. Оба, кстати, пенсионеры, хобби охота и рыбалка. Строят, говорят, для своих нужд. Ну, моя задача в этой конструкции, в этой детали, для автомобиля, вот, радиоэлектронно-технического оборудования. То есть, автомобиль полностью оснащен светооборудованием, полностью тумблерами, все это рабочее, все у нас прекрасно здесь. Кстати, по задумке авторов, самодельный внедорожник «Мустанг» – амфибия. У Сан Саныча богатый опыт в судоходстве. Долгое время в списке хобби было хождение по АБИ на лодках и катерах. Полученные знания он интегрировал в этот проект. Винт от катера «Амур», он левого вращения, остались от моих прежних запасов. Вот эта цепь, привод остановился, два болта прикрутил, три будет на трех болтах. Цепь накинул и винт поехал. В ближайшее время у конструктора в планах доработать «Мустанг» и приступить к испытаниям в естественной среде обитания, а именно в воде и на бездорожье. Антон Скаль, Сергей Балуев, новости. И к новостям спорта. Впервые за 15 лет алтайские кикбоксеры выиграли чемпионат России. Он проходил в Ульяновске со 2 по 6 сентября. По приезде своими эмоциями на пресс-конференции поделились победители и их тренеры. Подробности в нашем сюжете. 12 алтайских спортсменов принимали участие в ринговых дисциплинах «Фулл контакт», «Лоу кик» и «Ка-1», а также татами дисциплинах «Лайт контакт» и «Поинт файтинг». По итогам четырех дней соревнований наши кикбоксеры завоевали две бронзовые и две золотые медали. Чемпионами России 2020 года стали кандидат в мастера спорта Марина Черненко и представитель Каменской школы кикбоксинга Александр Гелевих. Он также выполнил требования для присвоения звания мастер спорта России. «Сначала сказали, что Россия будет 3 августа. Мы все равно себя держали в форме, постоянно тренировались, сам лично собирал, постоянно не давал нам. Такое чуть-чуть было расслабление, но всегда поддерживали себя в форме». «В перерыве я собралась, собрала все силы, все, чему учил тренер. Знала, что не могу проиграть, что за плечами у меня ребята, семья, родители, и как бы нужно выигрывать. Также в этот день финал был у Саши, и я понимала, что если выиграю я, выиграю Тону». Оба наших чемпиона провели сложнейшие бои. Александр в финальной встрече единогласным решением судьи выиграл у опытного москвича. А Марина Черненко у мастеровитой спортсменки также из столицы России. На последних секундах, проведя хорошую атаку, наша спортсменка в два удара выиграла золото чемпионата России. «Если честно, то ехали, ну думал, должны мы в троечке быть. Очень сложно у нас чемпионат России выиграть, ну, как бы приложим все усилия. В финале, наверное, мы считали, что это будет самый серьезный соперник. Подготовились на него, с московской области был спортсмен. Ну, и одержали над ним победу. Ну, мне даже показалось, что в финале нам было немножко проще, чем в полуфинале». «Тренировки мы не прекращали, готовились. Марина, не давали ей спуску, хотя я немного хотелась отдохнуть. Выйдя на бой, Марина собралась, сконцентрировалась. Здесь все зависело от ее настроя, и мы это понимали. Она настроилась на бой и выиграла бой». Чемпионы России получат право представлять нашу страну на мировых и континентальных состязаниях. Чемпионат Европы по всем разделам кикбоксинга планируется провести с 6 по 13 декабря в Анталии, Турция. Пока никаких сведений о возможной отмене этих соревнований не поступало. Дмитрий Дроздов, Алексей Михайлов. Новости. Жители Бийска обнаружили обломок настоящего метеорита. Химический состав небесного тела и его возраст еще предстоит определить ученым. «Нашел мой муж, он у меня любитель грибы по ягодам, и в поле случайно наткнулся на такой вот камушек». Супруг бийской художницы Анастасии Ермаковой обнаружил обломок две недели назад и принес находку домой. Оказалось, что это очень плотный материал, напоминающий слиток железа неправильной формы. Местный геолог, знаменитый исследователь горнородного Алтая профессор Анатолий Гусев подтвердил, что находка действительно метеорит. Железный метеорит, который упал в районе Фоминки и назвали его Фоминским метеоритом. Вес у него 530 грамм, плотность 5,3 грамм на кубический сантиметр. Какая структура и какой, потому что это железный метеорит, но какой он может дать только вот такой разрез и вот такая пришлифовка. Возраст метеорита может достигать нескольких миллиардов лет. Возможно, он старше планеты Земля. А структуру и набор элементов, из которых состоит находка, исследователи узнают после лабораторных исследований. К этому часу у меня пока все. До встречи.